Приветствую, любители спецтехники. Короче, мы на вагонах. Прибыли. Мороз, 25, потеплело. Здесь, короче, уголь размыл. Надо по-чистовую ее делать. Все убрать. Сейчас придет щебень с той стороны. Тоже уголь по-чистовую убрать. Поставят потом вагоны. Будем убирать щебень. С той стороны сейчас тоже в первую очередь щебенку надо убрать. Там я делал заезды. На гору щебня. Гора была уже готовая. Я ее сделал. Вот как бы вот такая гора, да? И надо на нее наверх поднимать. Она еще снежная. Вот этот весь щебень надо... Вот на эту гору. Так, а что здесь такое, я не понял. Что-то перемешку здесь. Не знаю, что тут получится теперь у нас. Тут вот слева другую фракцию накидали. Что-то мне не нравится. Надо ее так вот сделать. Короче, сначала порядок надо навести тут. Как обычно, наводим порядок. Это вот другая фракция, которую я сейчас убираю. Чтоб не спуталась она, не смешалась. Не пойму я ничего. Так. Что-то клапан не держит на тормозах под педалью. Вон, давлю. Воздух выходит вообще замерзнет. Еще на масляном фильтре надо клапан смотреть. Заводить начал. Сегодня завел. У меня масло начало подсифонивать с масляного фильтра. Как в морозы сразу что-нибудь да проявится. Ладно. Начнем. Сейчас все сюда будем стаскивать. Будешь дозировать на открытую площадку. Товарищ один, короче, я его заблокировал нахрен. Все нервы мне, все мозга вымотал. Знаток один. Вот тут я градирую, да, вот эти кучи. Он мне давай писать. Короче, даже зовут его как-то. Так, Игнат, да? Игнат. Сначала вроде нормально пишет, потом давай учить меня. Неправильно кучи делаешь. У нас так не делают. Ты вообще не знаешь как. Не умеешь, в общем. Нужно делать, вот типа я заезд делаю. Нужно делать по бокам бурты. Нахрена они тут нужны, мне эти бурты. Тут и так места нету. Типа вот я заезд делал, я объяснял сразу. Я говорю, я делаю ковша полтора, чтоб ширина была, да? И то не всегда получается. Ну, полтора ковша надо, чтоб ширина была. Это я для молодых говорил. А он еще говорит, чтоб еще по бокам. Типа бурты из этого же щебня делаются бурты. Давай мне какие-то там эти параметры называть по технике безопасности. Потом, короче, я ему пишу, мне эти бурты нахрен тут не нужны. Ну, я нормально написал, что здесь они не нужны. Если бы сказали мне, я бы, может быть, еще и сделал. Ну, их невозможно тут делать. Я говорю, тут и так делаешь максимум. Ну, гора вот пять метров, да, высота. Она уже готовая гора, да, где-то метра три была. Заезд на нее делал. Да у нас, говорит, карьера, блин. У нас, говорит, Москву видно, она же такая высотой. Фиг, блин. Серпантин у нас, там машины заходят. Блядь. Я говорю, ты чего сравниваешь-то? Карьеры и такой вот здесь вот объект. База. В общем, неадекватов до хрена. А потом я посмотрел, а он мне, оказывается, до этого еще раньше писал. Чисто на карьерах. Не надо гадости писать. Я ему внятно сказал, у нас тут не карьеры. Надо же понимать. Если бы, говорю, нужно было, я бы сделал. Как вас научили, так бы и я сделал. Но здесь такого нету. И не нужно здесь такого. Бурты, гурты. Ты сейчас начнешь тут бурты делать всякие, туда-сюда. А кому это тут... Заказчикам это понравится? Нет, что я тут начну. Время тянуть. Тут все надо делать быстро. Компактно. Эта гора, сейчас она есть. Завтра ее уберут нафиг. Короче, вымотал мне мозги его. Я его заблокировал нахрен. По-хорошему с ним пытался. Все. Но я его не оскорбил нигде. А он, давай оскорбление уже писать. Я его сказал, ну, сними видео, говорю, и выложи, и покажи. Как движут, конечно, люди, что не обращаю внимания, вроде, на таких. Но это так вот бьет по настроению и... Чисто люди просто не понимают. Кто-то напишет, ай да, ты медленно работаешь. Покажи, покажи, как надо быстро. Кто тоже так пишет, медленно работаешь. Это уже... Пишет не профессионал нифига. Просто диванный знаток. Это тебе маршрутные, где гонять надо. Чтобы вписаться в график. У нас работа... Во-первых, смотришь на параметры погрузчика, что из него можно выжимать, что нельзя. Рвать ты его не будешь. Потом, с каким грунтом работаешь? На каком объекте? Где-то площадку чистишь, где-то можно на второй пониженной, я говорю, на скорости убирать снег. А где-то и тихонечко, потому что площадки разные бывают. Здесь тоже на второй повышенной ты не сможешь грести, погрузчик надрывать. На хрена это надо? Да и не потянет он. Тонким слоем щебень сдирать тоже херня получится. Все делаешь на первой, пониженной, на средних оборотах. И поэтому, я говорю, это пишут, такую херню пишут дилетанты. Так, а я что, время не засек даже. Я начал, я начал 25 минут, я даже чай не глотнул. Будет, значит, 10.30, да? 10.30. Сейчас мы вот эту кучу. Я почему ее сюда нагреб? Потому что мне вот можно сюда задом сдавать. Ну, есть место для маневра. Место для маневра есть. Да, много я ее не подымал наверх. Да и не стоит уже подымать. Смысла-то нету. Просто она вытянется, блин. И закроют эту кучу. А эта 40.70 слева. Вот, прямо по курсу. Если я начну делать заезд, она у меня метра на 4 вытянется сюда. И я закрою, вот эту кучу закрою. Получится, да? Или ее надо компактно делать левее. Да нет, в принципе, я ничего не буду делать. Чуть-чуть подымаю и остальное распихаю по бокам справа. Он место есть. Не так уж и много. Это вообще бы я сейчас набуровил. Тон, наверное, 200 надо будет поднять как-то. Как-то раскидать. А как? Вот сюда бы этого советчика сейчас. И что бы он не тут. И кучи-то я неправильно делаю. У них это все делается легко и просто. Как они ее там, как они их там делают. Тут много, конечно, способов делать. Когда сам ты начинаешь делать. Я показывал, как проще делать людям. Ну вот, когда вот готовая куча уже. Ты просто тупо ее сглаживаешь. Это каждый понимает нормальный. Нормального дела это понимает машинист. Что делаешь? Пологий. Пологий заезд. Больше тут ничего. Мудрить не надо. Потом уже смотришь. С боков можно немножко еще подсыпать. Чтобы не свалиться. Вот так вот делаешь, конечно, тоже по бокам эти бурты получаются. Но они нахрен не нужны мне здесь. Когда вот на такую гору поднимаешься. Если тебя что-то так... Даже если и потащат, эти бурты тебе не помогут. Толку от них не будет. А вот широкая площадка, да, она надежнее. Вот. Вот такие бурты он имел в виду. Типа делать. Нахрена они мне нужны? Был бы я на каких-то карьерах. Туда, где машины заезжают. Да, там у них техника безопасности. Так, видимо, нужно... Здесь это совсем другое дело. Да, в общем, человек просто неадекват какой-то. Жизнью замученный, что ли, не знает. Вот сейчас это уберу ковша 4 и опять сюда нагребу. Здесь провальчики. Провалы всякие эти мы... Так вот. Заравляем. Вот эту кучу я делал, что? Недели две назад, да? Недели две назад, да? Вот и всё. Зарез готовый. Что тут ещё мудрить? Какие способы он там ещё мне... Я ему говорю, что я этих уже... Куча этих... Херову тучу уже переделал за свою жизнь. Постоянно же я говорю, что я никого не учу, что делать именно так или так. Я рекомендую и показываю, как я делаю. А там уже люди сами пускай решают. Брать на вооружение мои, так сказать, курсы или не брать. Кто-то покажет что-то лучше, я тоже присмотрюсь. Я никогда не отказываюсь от советов. Всегда прислушиваюсь, стараюсь прислушиваться. Так, вот вижу я... Пустое место, да? Незанятое. Я его туда надо заполнить. Вот сюда вот. Тут что-то непонятно. Зимой, конечно, эти кучи не очень-то приятно делать. Бывает, что и... Когда заезд делаешь на кучу, можно и... В провал... Справа-слева снег. Думаешь, там щебель, а там просто... На мед. Снежный. Ну, передком обычно сразу чувствуешь, что у тебя... Передок заваливаться туда или сюда, сразу... Останавливаюсь и тихонечко назад. Блин, в морозы. С погрузчиком надо позаниматься. Все подтянуть. У меня капот открутился сверху. Вырвало аж болт. Сверху у меня капот. Сверху гидробаку прикручен. И вот... С двух сторон болты вырвало, блин. Проушины. Не через проушины, а на капоте. Отверстие расширило нафиг. Через них болт прошел насквозь. На, болты другие. Шайбы побольше. Я езжу и смотрю, у меня капот болтается, блин. Потерять его не потеряю, конечно. Он снизу закреплен, нормально. Когда с задним ходом иду, капот видно, что он вправо-влево играет. Вот я здесь могу еще заездик сделать, чтобы повыше. Просто вот здесь, вот сюда могу поближе кидать. Я говорю, тут... Места для фантазии многое. Кому как нравится делать эти заезды. Кому как удобнее. Поэтому я и не учу так, не говорю людям, как правильно надо делать. Я показываю, как я делаю. Вот я сюда вот заполню вот это место. Ну и тут место навалом будет у меня. Так, вот. Пар он идет. Дым ли, пар ли. Короче, потепление должно быть, что ли. Ожидается снежный коллапс. Офигенный коллапс снежный ожидается. Не знаю, посмотрим. А щебеночка-то застыла. Прихватилась хорошо. Вот, сделал такие ступеньки. Сейчас тихонечко так разглажу их. Подровняю. И наверх еще могу закидывать. Левый крен. Налево-то валить нельзя больше. Вот. Потому что там другая фракция. Ну и ладно, хрен с ним. Я говорю, места мало. Тут все, все компактно, все компактно сделано. Все впритык. Место экономно, все. Мало места приходится крутой делать заезд. Не пологий, а покруче. Все, уже до бетонки не берется. Я говорю, тут на неделе дожди шли. Дожди, потом подморозило снегом, припорошило. И все. Толстная наледь. Бывает, приедешь на объектах. Каждую минуту тебя считают. Ты там посидел, там постоял. Блин. Приехал ко ним. Такой объект и мощный сделал. Там не знаю что, такая хрень. Там, блин, весь на нервах работал. Я практически, говорю, без установки работаешь. И тут приехал, у меня аж привычка это. Перед работой нужно чайку глотнуть. Я приехал уже на второй день или на третий уже раз приехал. Раз приноровился. Бывает и так, да. Приноровился, работу понял, поймал темп. Все, сейчас уже чай налил. И уже план действия начинаю обдумывать с чего начинаю. И так же я встал, чай попиваю. Погрузчики. Даже погрузчик-то не заглушил. Этот клиент мне звонит. А он тут рядом стоит. А что стоит? Я говорю, чайку-то немножко глотнуть можно? Не нужно? Он давай. О, друг, так не пойдет. Блин. И ведь, говорит, потом подковыривают. По полчаса, мол, там стоишь, чай пьешь. Все, я как-то уже, настроение у меня от палок таким людям ездит. Я говорю, какие полчаса, блин. У меня привычки нет. Десять минут и никогда не пью чай. Таким клиентам я не люблю ездить. Надо же понимать, надо же видеть. Работает у тебя человек или чай пьет, сидит постоянно. И какой объем я сделал. Я говорю, ладно бы первый день приехал. А то я уже там отработал. Так все четко сделал. Самое основное. Там такие... Мусор, короче, голыбы, бетон, всякая хрень. Короче, ребята, я говорю, внутреннему голосу там или седьмое чувство, надо ему доверять. Короче, провала у меня шла на подъем. РВД провала. На той неделе... Вот у меня их два родных оставалось. На левой стороне, на левом гидроцилиндре на подъем стрелы, родной один стоял, один помененный. И с правой стороны тоже один помененный, один родной. И вот я на той неделе, когда менял... Блин, лед голимый. Я хотел два поменять. Но... У меня денег не хватило на второй. А... Да нет, в принципе. И деньги как бы можно было наскрести. Я, короче, поленился. Поленился, короче, второй шланг поменять за одним. А чувство было такое, что нужно. Внутренний голос подсказывал. Поменять оба... Оба РВД, которые еще родные. Вот не поменялось. Сегодня он меня подвел. Я говорю, у меня привычка... Привычка у меня... Час работы прошел. Там, ребята, щебень выкинули с той стороны. А уголь чуть-чуть подвинули. Увидишь тогда уголь, его уберешь и гайки. И вот я сегодня выхожу. Осмотр погрузчика. Час работы, осмотр погрузчика. А когда гидравлика не работает, у тебя, естественно, ничего не бежит с него. А я вроде посмотрел сухо под погрузчиком. А обратил внимание, единственное, что у меня колесо с внутренней стороны сыроватое. И мне интересно стало. Подумал сначала, что тормозуха потекла. Потом смотрю, нифига не тормозуха. Поднял стрелу, смотрю, шланг. Так и подумал в РВД. Так и есть. Два часа времени потратил. Дольше снимал, конечно. Съездили здесь. Поменяли это дело. Купил новый. Этот почему-то дешевле вышел. 1800. Другие манжеты. Ну, сказал, что они не хуже, просто подешевле. А тот вышел на 300 рублей. Дороже был. Ну, ладно что. Тоже итальянский. Сейчас, короче, на стреле. Все шланги стоят. Скажем так, новые. Ох, блин. Ну, сегодня, конечно, погода это в морозе. В морозе это всегда на гидравлику очень плохо влияет. РВД рвет частенько, да. Ну, в моей практике это вот, наверное, третий раз так-то вот. В дороге. Обычно уже видишь, он сырой. Если шланг сырой, влажный, все, его надо менять. Он тихонько сифонит, сифонит, он прорвет. Летом еще как-то можно ездить, но неприятно это все. Влажный, сырый. Его менять надо. А зимой? Вот я говорю, зимой у меня третий раз меня так поймало. Особого такого не было, чтобы шланг рвала. Третий раз, говорю, за всю практику поймал меня в дороге этот РВД. Первый раз на стреле. На стреле вот два шланга идут на наклон ковша с этого гидроцилиндра. Прямо смотрю, струя такая. Это ночью было я. Понять не смог, что такое. Что там уже тросик? Что за тросик тянется? Что за веревка? При свете фонарей. Смотри, е-мое, это струйка. Струя масляная. Ну че ж, в каждой работе свои одежки. Никуда от этого не денешься. Вот я лед голимый лед сейчас вот. Просто по льду еду. Тут я не буду стараться брать до земли. Ну в смысле до самого льда. Чтобы щебель немного под колесами оставалась. То буксую. Просто буксую тупо. И вагон это, если бы не порвало у меня шланг, я бы убрал уже здесь все. Все бы убрал. Чуть-чуть мне не хватило тут. Хотел перекусить, блин. Еще и без перекуса. Сейчас здесь очищу все и перекушу быстренько. Здесь уберу и с той стороны уголь надо убрать. И надо масло проверить в гидробаке, сколько там. Я говорю, не ниже тройки должно быть. Самый минимум это троечка. У меня было и на двойке. В гидробаке на шкале. Стрелу подымаешь уже. Выше половины стрела подымается. Масла не хватает, начинает дергаться. Это вот тоже нельзя так работать. Гидронасос воздух гонять не должен. Лед, лед не идет. По льду не идет. По льду не идет. Погода-то хорошая. Сейчас уже градусов 20 на улице. Солнышко. Вроде весной попахивает. Ну, масло литра три, наверное, у меня вылилось. Ладно, это не страшно. Всегда с запасом. Щебень пристыл. Что к земле пристыл? Что к этому? К тубику. Сейчас мы его весь отдерем нафиг. Дядя Игорь да не отдерет. Угу. Сейчас мы его весь отдерем нафиг. Слишком сильно не прижимаю к земле, чтобы зацеп был. А то по льду, блин, как корова по льду. Вот, он идет. Вот, он идет. Он идет. По щебеночке-то. А сейчас уже можно чистовую сделать. Системель. Угу. Сейчас уже прижмем к полу. Тут еще место там, напольное покрытие здесь раздолбанное, самое неудобное место здесь, за мной уже почти чисто. Тут уже немного осталось, а остатки сладкие. Упираться есть куда, так что брать чистенько можно. Солнце в глаза светит, ничего не видно. Ничегошеньки не видно. Ковшом закрываюсь, как козырьком. Так что ребята, вот я говорю, я бы если бы не поставил постоянные клиенты, 25 с лишним я уже хрен бы выехал. Нет, не потому что двигатель, двигатель прогрел. Я и ПЖД и поддон прогрел. А вот гидравлику никак ты не прогреешь. Не будешь же гидробак греть. А попробуй-ка нагреть там 150 литров, 170 литров. Единственное, что за счет работы только и греешь гидравлику. Но я все равно, когда погрузчик завел, я гидравлика всегда маленько работаю. Но это ерунда все. Чтобы не сразу нагрузку давать. Ну и сразу на гидравлику нагрузку большую не даешь. постепенно, постепенно и уже прошел работать. Ну что поделаешь. Срок давности РВД прошел срок годности. Вот, получается, грудные шланги лет пять спокойно ходят. При правильной эксплуатации, да? Все, здесь мы убрали, да? Тут фракция 4070 выгружается. Сейчас здесь кучу подберем. Отправим. То, что она растянулась у нас. Поедем на ту сторону. Подберем уголь. И возвращаемся сюда. Уже 4070 вытаскивать. Так вот, подбираем сон. Так вот, подбираем сон. Чтобы красивенько так было. Так. Люблю красиво. Люблю когда красиво. и порядочек. Красиво и порядочек. Всегда же, где красиво, там порядок. Как бы всегда, даже когда начинаю работать, стараюсь порядочек навести сразу. Красивенько. Уже как привычка, даже если я приезжаю. И этот объект как бы я один раз в жизни может сделаю. Потом я сюда и не приеду. Я все равно стараюсь порядочек навести. Что-то мы сегодня все решили закончить. Вагоны закрыл. С этой стороны убрал. Но два вагона. Ну, на полтора. Чего-то больше. Как сказали. На той стороне наполовину убрал. Вагоны закрывали. Ладно, командир сказал. Все, так в следующую.